Добрый вечер. Я хочу особо поприветствовать студентов МГИМО, которые учатся у нас в первую смену. Встают рано и после лекции они приехали сюда на мероприятие. Поэтому спасибо, ребят, что тоже участвуете. Я вспомнил... Очень яркий сейчас интерактив был. И я вспомнил старый анекдот, когда подросток, переходный возраст, был там бунтовый, говорит, говорит, все, я не хочу жить по правилам, приходить вовремя. Я хочу свободу, я хочу пиво. Девчонок, я ухожу, и не пытайтесь меня остановить. В дверях догоняет отец, говорит, сынок, я тебя не останавливаю, я с тобой. Поэтому у нас, когда мы говорим о воспитании, была такая мысль о том, что не нужно пытаться воспитывать своих детей, они все равно будут похожи на вас. Поэтому воспитывайте себя. Я думаю, что надо начинать с этого. Во-первых, спасибо за приглашение. И прозвучал вопрос, какое же решение? После всех этих, скажем так, риторических вопросов иногда. Я думаю, что решение как раз было в первом выступлении. Нам очень нравится программа «Люди Роста». И сегодня мы почему не начали сотрудничество с командой Бориса Юрьевича? Потому что мы считаем, что мы все в практике. Мы все в практике, мы через многое прошли. Мы знаем правила, по которым у нас ведется бизнес. Мы, я лично, я помню, когда еще не было закона ГЧП, и мы приезжали в один из регионов, не буду называть, потому что абсолютно некомпетентное руководство. И мы им объясняли, им нужна была «Объездная дорога». Вот у нас называется проект взаимодействия власти, бизнеса и общества, когда вот три вот этих основных сектора, в общем, на которых базируется государство. Вот общественность нужна «Объездная дорога», у власти нет денег в бюджете, а бизнес может как-то с этим помочь. И мы, я привозил англичан, южную компанию, которые, ну, они продвинуты в этих вопросах, частного партнерства, государственного частного бизнеса. И на пальцах объясняли, как можно выстраивать это взаимодействие, когда не было закона, и для того, чтобы обезопасить любые соглашения, нужно было принимать закон хотя бы на уровне субъекта. Теперь, слава богу, закон есть. И вот тот проект и дисциплина, которую мы сейчас начали преподавать в МГИВО, мы считаем, что очень важно, чтобы поколение, молодежь, которая сейчас здесь, и как будущие управленцы. Я знаю, что сейчас очень многие мечтают все-таки идти на госслужбу. В 90-е годы, я как помню, там, начало 2000-х. Все хотели в бизнес, потому что госслужба была такая непрестижная, хотели малое, каких-то перспектив не было. И сейчас я, с сожалению, отмечаю, что стараются на госслужбу, а не в бизнес. Потому что считаю, что криптоэкономик является бизнес, конкретно малый бизнес, который у нас, и это перекликается как раз с гаражной экономикой, о которой говорил Форис Юрьевич, когда я первый раз еще слышал о программе «Партия русская». Мы в свое время проводили исследование, оказалось, что когда у нас было чуть меньше миллиона предприятий в России, включая фирмы «Однодневки», в ее около 20 миллионов. И статистика докажет, что из 10 компаний, в основном, с бородом, одна, это очень хороший показатель. То есть люди, которые заняли сами себя, сами себя кормят, не являются обузой для государства, для бюджета страны, и более того, они еще как бы создают рабочие места. Хотел сказать вот о власти. У нас, по разным исследованиям, уровень компетентности власти самый высокий на федеральном уровне, потом идет понижение субъекта и муниципальный. Понятно, что там в советский период, наверное, как бы немножко готовили специалистов по-разному, по другим стандартам. И формирование власти, другими, я помню, там, Верховный Совет, я помню, еще застал там съезды, когда президент Брежнев, Хлеборобы и так далее. Ну, в принципе, если брать историю, даже в Великобритании был такой забавный, ну, когда величайший ученый Исаак Ньютон, Сэр Исаак Ньютон тоже был как-то членом английского парламента на протяжении нескольких лет. И за все время он выступил лишь один раз. Попросил закрыть актов, потому что дует. Все. То есть он никакого активного участия в работе парламента не принимал. Он там присутствовал, ну, по совокупности, заслуги. Теперь, когда мы говорим о нашей стране, примеры эффективных руководителей, допустим, там, на уровне субъектной федерации, ну, не так много. Вот всегда там создаются разные рейтинги успешности регионов. И, ну, на вскидку, допустим, Белгородская область, Савченко, там, Калужская область, Артамонов, Татарстан, Мениханов. У них все хорошо. На протяжении многих лет эти люди являются эффективными руководителями. Кстати, очень хорошая формула была, вам у вас прозвучала в каком-то из эфиров, я не помню, очагей эффективного управления. Абсолютно согласен с этой формулировкой. Вот, значит, потому что у нас, к сожалению, очаги, они система эффективного управления. Вот эти субъекты, они являются очагами. Потому что, когда я спрашивал руководителя, вот, неудачного, скажем, не очень эффективного региона, почему у вас дорожный фонд 3 миллиарда рублей, а у Савченко 30 миллиарда? Ну, потому что они не имеют работы, потому что они условия бизнеса. Я помню, когда, чем расставился Артамонов в Калужской области, почему там находятся заводы Самсунга, автогигантов и так далее. Потому что он тогда забрал весь бизнес крупных инвесторов. Он сказал, вот мой помощник, вот мой мобильный номер телефона, звоните 24 часа в сутки, если вот будут возникать какие-то проблемы в этом регионе, в нашем субъекте. И понятно, что это вот человеку верят, и он держит свое слово, и люди работают, платят налоги в местный бюджет. Поэтому, а вторая проблема еще, ну, это самородки, это опять-таки это исключение. Это повезло региону, а какому-то региону не повезло. Я даже, мы обсуждали у себя с коллегами, ну, допустим, будем брать идеальную ситуацию, когда у нас выборы, ну, на самом деле, вот без изъян. Действительно. Даже в этом случае выбирать из того, что есть. То есть нужно готовить кадры. Вторая проблема, которая я считаю, что очень серьезная, это когда руководители, которые решают судьбу бизнеса, допустим, в регионе, они ни одного дня в бизнесе не проработаны. Они определяют климат, они могут быть разумными, могут быть сумасбродами, так это как повезет местному бизнесу. Поэтому, очень важно, чтобы серьезное внимание было уделено компетентности власти, ну, понятно, компетентности бизнеса, и компетентности общества. Вот три сектора. И, кстати, у нас тоже все примеры, вы знаете, когда эффективные руководители, поскольку их не так много, я беру там, крупного калибра, тот же Греф, который был на госбужбе, потом возлагал Сбербанк, его вытащил фактически, я помню, что Сбербанк был, наверное, один из последних, в котором мы ввели вообще нормальную, серьезную электронную отчетность IT-технологии, потому что в коробках носили отчеты буквально до последнего времени. Честно говоря, один из ведущих банков. То есть человек талантлив был и там, и здесь, и он понимает интересы бизнеса. Если завтра он какой-то должный займет на госслужбе, понятно, что он будет знать интересы и бизнеса, и интересы государства. А если, допустим, у индивы истории, один хороший пример, тут такой, на мой взгляд, очень яркий писательный деятель в истории России, о котором забыли, его называли мягким диктатором Лорис Мелихов, который во время Александра Второго, он проявил себя вначале в борьбе с чумой, когда его назначили временным генерал-губернатором в трех губерниях, в Саратовско-Старханске, по-моему, в Самарске. И выделили 4 миллиона рублей, это очень большие деньги в то время. Через три месяца, это просто неслыханно случай, было в истории России, это уже до сегодняшнего дня, это можно как пример приводить. Через три месяца он чуму поборол эффективными методами, карантин и так далее, потратил 300 тысяч, чуть меньше 300 тысяч, и 3 миллиона 700 вернул в казну. Отрапортовал государю о том, что мальниче закончено, прошу меня своей должности уже освободить, я готова вернуться в Петербург, а деньги переведены в бюджет. Весь Петербург, вся лимита была в шоке, как можно было на такой замечательной вероятности. Было выделено 4 миллиона рублей, он потратил меньше 10-й части. И разговоры были о историческом факте, хотя бы нужно миллион лично положить в карман, но этого не сделать. Ну, благодаря этому, другой стороны, он снискал уважение и доверие царской семьи, и в итоге он потом, кстати, о взаимодействии власти и общества. После того, когда были покушения и началась революционная деятельность, он был направлен на один из шести генерал-губернаторов в Харьковскую губернию, где его уже ждали. Они понимали, что будут репрессии. Он приехал, собрал редакторов местных газет, как это, Гриффин постройок сегодняшним языком, объяснил, что репрессий огоньных не будет, но все террористы будут выложены, жестко будут наказаны, и вы будете постоянно иметь информацию от меня, от моей команды, что будет происходить. И итогом вот того, что он искал уважение местных жителей, было тоже народовольцы, которые вынесли смертные приговоры всем генерал-губернаторам кроме него. При том, что он реально с ними боролся и вот все это промолвы прекрочило. И потом уже после этого, чтобы закончить с ним тему, просто интересно, я советую всем немножко о нем подсчитать, была так называемая Верховная Республикальная Комиссия. И ему царь дал полномочия для того, чтобы он мог с революционной ситуацией бороться и в целом страну. Что-то похожее, может быть, на штаб-реформ, только в другом контексте. У него были полномочия, почему называли диктатором, ну, мягким диктатором, называли диктатуру сердца. Его любили, при том, что он был в меру и жестким, и в меру, демократичным, и либеральным, наверное. Он не подчинял сколько царю и опустившей фамилии. Полностью власть была в руках. И после, там, чуть больше года он проработал, он опять-таки написал царю о том, что моя миссия выполнена. Прошу меня перевести в министр внутренний дел, для того, чтобы уже, поскольку чрезвычайная ситуация, она закончилась. Все, это вот с историческими, я вам быстро скажу, у нас формат такой, не нашли. В двух словах, мы считаем, что очень важно, очень важно готовить чиновников, чтобы они понимали бизнес. Мы считаем, что основа государства это бизнес, это люди, которые платят налоги. И есть ментальные отличия, почему, почему, допустим, американцам говорят, что на деньги американцев, налогопотельщиков сделано то-то. Или это. У нас советская, мы всю жизнь, это, наверное, тоже генетика, отравительная, о том, чтобы мы зарплату не зарабатывали, а зарплату получали. Получил зарплату? Получил. Квартиру дали, а не купил. И так далее. Это в нашей ментальности. И поэтому люди должны понимать, что от эффективности бизнеса зависит от благополучия, от того, что будет отремонтирован подъезд или сделан асфальт на улице. Третий момент. Я считаю, что вот такое предложение, кстати, коллегам, есть же социальная реклама, когда рекламируют, там, просят клиент, позвони родителям, и так далее. Я считаю, что нужна такая же социальная рекламная компания, чтобы вовлекать людей в бизнес, в принимательство, чтобы это стало модно. То есть, создавать максимальные устойки, чтобы люди занимались бизнесом, а не просто стремились пойти на госслужбу. все-таки. Поэтому, а у нас стереотипы, вот сколько прозвучало, там, взятки, все равно чиновники будут воровать, это тоже стереотипы. Понятно, на ровное место даже это такая шутка из черного юмора, о том, что если отрубить чиновнику голову, он еще 20 минут сможет воровать. Понимаете, это же тоже, это же все, а гаишник не больше. Гаишник не больше, да. Поэтому, очень важный аспект, вот то, что мы сейчас начали совместно в ГИМО, наш ТКН, Генрид Дегранович, который очень поддержал эту программу по подготовке будущих парадоконнеров, вообще считаем, что надо готовить на всех уровнях. А почему вы все уверены, депутаты, например, в Государственной Думе, они все готовы к своей деятельности, вспомните Ньютона? Я думаю, что нет, я думаю, что их тоже есть смысл, я не знаю, там какие-то курсы организовать, я не знаю, по две недели, два раза в год, им поздно? все равно я в этом вопросе тоже больше оптимист. Заключение. Во-первых, спасибо большое, мы готовы и в дальнейшем сотрудничать, у нас тоже интересные проекты, мы сейчас, и вот наши студенты, я думаю, что они тоже сейчас заряжены тем, чтобы, да, получаться как бы в каких-то проектах, поэтому тоже с моей стороны будет просьба их тоже вовлечь в проекты, которые мы сегодня обсуждаем, поэтому спасибо большое, спасибо большое. Я на самом деле сознательно передал слово сразу же синоптихам, ну то есть смысл в чем, что когда мы задались обсуждением климата и выяснили, что это климат, то, что вокруг происходит, и были заданы большое количество вопросов, появилась соответственно информация, что вот человек, бизнес, власть, взаимодействие, посмотрим, как учить климат, как зонтики. Поэтому я сейчас кратко совершенно расскажу про один зонтик, ну поскольку здесь много предпринимателей, все сталкиваются с проверками, так или иначе, кто сталкивался, поднимите руку. Все? Все? Ну понятно, это кто-то не понимает. Итак, раньше было достаточно сложно, приходит проверка и получается, что мы с ним немножко по разную сторону баррикад, это уж молчим, потому что у одних задачи как можно больше найти ошибок в нашем бизнесе и как можно больше унести с собой, как в парке самые руки. Вот. А у нас задача как можно эффективнее отбиться или уйти из ситуации с меньшими потерями. получается, что мы не всегда на одном и том же языке говорим. В связи с тем, что взяли и посчитали в некоторых регионах выяснилось, где-то 69, где-то 80 проверок, где-то 45. Регионы разнятся на самом деле. И вот был придуман проект НАБАД. То есть все помнят, НАБАД, как стучать в него, все остальное. Проект пилотно сейчас запускается в Ростовском области. это один из первых таких проектов полезности и роста, суть которого предельно проста. Он работает очень просто. Скачивается приложение, на нем одна кнопка пока. Нажимаешь кнопку, сразу же соединяется с колл-центром и вы соединяетесь непосредственно с профессионалами, которые подсказывают, как себя вести. То есть они выполняют роль некого переводчика профессионального. Понятно, что они эти все проблемы не решат, но по крайней мере они подскажут, как должна выглядеть, как должно выглядеть удостоверение, как оформляются документы и тому подобные вещи. Пилотно мы прокачиваем этот проект сейчас на Ростовской области. Там отрабатываются все механизмы, так называемые скрипты, пишутся все это дело. Там будут два механизма. Один самооборона, то есть когда человек сам грамотный решил просто подсказки посмотреть. Это так называемая версия на сайте. И вторая, когда позвонил в колл-центр. Второй момент тоже маленький, такой, ну полезный. Для тех, кто подвергся, ну так или иначе бывает такое, что иногда и правоохранители заходят, да, а вот и когда оказывается предприниматель в непростой совершенно ситуации и обороняться ему сложно, а бывает уже и не может обороняться, не все средства массовой информации будем, ну честно говорить, готовы писать правду, готовы объективно излагать информацию, поэтому мы создали ресурс, в котором можно а, сообщить, что произошел арест предпринимателя, не дай бог, конечно, ну если произошел, то по крайней мере делается быстро, и второй момент разместить свою правду информацию, объективную, которая есть. вот, мы в рамках программы Людей Роста будем дальше предлагать различные проекты и стараться их создавать по принципам, самое главное, чтобы они были полезными, то есть мы считаем, что принцип вот этих вот зонтиков, ограждений, то, про что Василий рассказывал, то есть это действительно климат, сегодня пошла волна какая-то, или там вода начала подниматься, можно от этого спросить, можно в принципе теоретически, конечно, хотелось бы всем, чтобы все время светило солнышко, и все было прекрасно, но иногда пошел дождь, иногда снег и так далее, вот эти дождевички, зонтики, и мы будем с Вами создавать, если какие-то из действующих проектов Вы увидите и считаете их полезными, сообщайте, у нас есть специальные группы, и мы будем присоединять, чтобы вот так вот по кирпичику складывать один к другому, чтобы все вместе это работало как единая система, которая обречает нам жизнь. А теперь возвращаемся к вопросам, поскольку выступление вызвало очень большое количество вопросов, опля, уже первый вопрос, да, пожалуйста, дайте трубочку. меня зовут Эльбек, я занимаюсь ресторанным бизнесом, вот как раз таки то, что Вы сказали по поводу Набата, проверка у нас очень актуальна, да, для нашего бизнеса, мы недавно открыли 34 ресторан, 30? да, в Москве, проспекте мира, и у нас как бы постоянно проходили проверки, раньше было очень много, я уже 12 лет этим занимаюсь, но хочу сказать по поводу уже все поздно, хочу сказать, что последний ресторан, когда мы делали, никому ничего не было оплачено, вот, лицензию как бы тоже получили, но появились общественные организации, которые как бы проходят, шантажируют рестораторов и получают деньги, да, и как бы в Москве это очень актуально, этот вопрос, у нас там сообщество рестораторов довольно-таки большое, которые могли бы постоянно как бы обращаться, они, мои знакомые обычно звонят мне, что мне делают в этой ситуации, когда приходят правоохранительные органы, да, поэтому хотелось бы, чтобы вы это запустили в Москве, вот, и второе, как бы хотел предложение сделать, то, что если тут в основном собираются предприниматели, как бы хотелось бы что-то получить для предпринимателя, как бы, вот в таких собраниях, например, мне как бы необходима там определенная упаковка, да, бизнеса, там, что-то информацию дать по поводу упаковки бизнеса, и мы таким образом бы собрали намного больше предпринимателей, да, которые бы посещали такие мероприятия, если, как бы, получаем там определенные, там, ценности, вот я там за упаковку сегодня запросил самая минимальная цена, а-ля 150 тысяч рублей, надо заплатить, если у нас будет, там, специалист, который по упаковке, упаковка бизнеса, как делать сайт, вот я бы там сюда как бы посещал, туда меня пригласил мой товарищ, давай приедем, как бы посмотрим, если была бы такая информация, да, как бы, в открытом доступе, да, которая бы помогала бы реально в бизнесе, то, как бы, число активных предпринимателей, как бы, в сообществе роста было бы очень много, готов ответить, если не возражаете, значит, во-первых, у нас есть профессионалы по упаковке, которые, даже в программе, когда предвыборная шла история, выступали, это тот же Дмитрий Потапенко, который рассказывал конкретные кинеси, как это делается, и так далее, второй момент, я считаю, что сейчас создан некий рынок, представим себе, вот мы сейчас создаем некую среду, да, вы говорите о том, что нужно, чтобы было место, где мы можем упаковать, мы услышали, что это у вас требуется, поставим. Отъясните мне, предпринимателю, что такое упаковать, бизнес. Ну, упаковать, подготовлено. Упаковать предпринимателя. У нас есть у бизнесменов определенная проблема, когда заходишь на сайт компании, непонятно, чем она занимается, человек знает, что он делает, кроме него, никто не знает. А если его правильно упаковать, ты при первой трех секунд заходишь на сайт, и ты сразу понимаешь, что человек там продает кирпич, делает ресторан и делает... это сайт-дизайнер? К сожалению, дизайнер это не сделает. как бы, сейчас специально есть покупщики, которые дают дадания. Хорошо, нет, мы можем представлять сервисы, но я думаю, что он выйдет на рынок, любой предприниматель, зайдет в интернет и посмотрит, кто представляет таком заслуга. Консалтинг получит. Нет, наша большая задача стыковка инвестора с проектом, мы этим тоже сейчас занимаемся, я говорил про ICO, но есть еще и другие у нас идеи, сотрудничество с площадками, которые будут помогать найти друг друга. Но, конечно, там должен быть упакованный бизнес, просто бизнес должен, кроме сайта, еще иметь хороший бизнес-план, хорошую бухгалтерскую отчетность, чтобы в него могли инвестировать, потому что у нас сейчас бывает так, что денег-то много, проектов много, но никто ничего никуда не инвестирует, они не понимают, первый не понимает вторых, и второй не понимает первых. Поэтому вот в этом смысле мы сейчас собираемся делать, но если нам нужны какие-то конкретные сервисы, то мы тоже должны об этом подумать, да, спасибо. По поводу проверки все-таки отвечу, значит, перечень проверок, которая будет отрабатываться в рамках пилотного проекта совершенно не ограничивается, там у нас сейчас готовится кнопочка, которая называется добавить свою проверку, могут действительно пролетучую забыли, что действительно такие проверки залетают, бывает и в ресторан, и все остальное, и вот сейчас напомним, не, ну, это как сыгрательный образ, я бы... Иначе не бывает. Да, это нормально, действительно, с этим нужно думать, поэтому пока проект пилотной апробации, если что-то увидели или заметили, что не так, подсказывать, потому что мы это делаем искренне, стараемся, чтобы он был полезным, если что-то не получается, прям критикуйте, открыто берите в фейсбуке, лучше пишите в личке, и мы будем править. А по поводу создания среды, здесь стоит упаковщик, здесь стоит тот, кто защищает бизнес, ну, там, амбульсментом и так далее. Вот если это все собрано воедино, то вы можете прийти на рынок и выбрать то, что вам нужно. Кому-то нужна упаковка, кому-то нужна защита, и мы пытаемся просто это создать в одном месте, сделать, чтобы вам было комфортно приходить. Возвращаемся к вопросам к Василию, потому что я нагло прервал несколько... Да.